Когда звонит механик и говорит своему водителю Вот у меня тут девчонки сидят, они больше понимают, чем ты Какова же цена в скане? В джазе только девушки Мы должны оставаться людьми, когда вы заберете у меня машину Всем привет! Вы на канале Mergeo Life И я, друзья, уже выгрузилась в Красноярске Вот такая замечательная погода И я решила заехать в гости к ребятам из Гриффина Вот у них теперь такая огромная вывеска, которую видно с трассы Поставить машинку на ТО Там еще некоторые моменты отделать И хочу вам показать экскурсию, так как в прошлый раз экскурсия у меня не получилась Но в этот раз я вам обязательно проведу Всем привет! О, да, всем привет! Привет, привет, привет! Все еще не виделись Очень рада тебя видеть Я тоже вас очень рада видеть Я вот хотела уточнить по поводу готовности Машинка готова? Да, ну то есть можно уже забрать Конечно Понятно, понятно Вот решила провести с вами подписчикам экскурсию Рассказать, как вам здесь работается Красноярске, как проходит Я так понимаю, что основная цель это продажа, реализация запчастей, ну и ремонт автомобилей У нас сеть филиалов в Красноярске у нас автосервис, Наталья, мастер-приемщик Это я уже знаю Она ваши автомобили, да, принимает Сам сервис запрещено Заходить, понятно, конечно, да Да, поэтому зона отдыха такая есть Кубик по развлечениям, кому кубик рубит, кому приставочку, кому фильм посмотреть То есть чай и кофе тоже всегда пожалуйста Там конфетки разные Да, конечно, основная Вот тут лойка есть Ну да вообще-то жить можно в PlayStation Да, они очень любят Баню еще просят Но мы говорим, если Баня, тогда вы от нас не уедете Тогда будут ремонтироваться 30-60 дней в году Конечно Понятно Я смотрю, вот запчасти тоже, я еще тогда в тот раз обратила внимание Что все запчасти новые, но это, наверное, ведь очень дорого вообще У нас есть разборка То есть у нас есть разборка Мы продаем кабины, продаем агрегаты Продаем двигателя, коробки Привозим из Европы машины То есть очень многие машины, они без пробега по России Вот, ну и новые запчасти тоже в том числе Причем очень большой ассортимент Мы занимаемся одной единственной маркой Scania Поэтому мы можем об этой машине очень много рассказать По крайней мере, ребята из европейской части, которые к нам заезжают Они говорят, что вот там они таких магазинов не видели И все постоянно шутят, говорят У вас тут, наверное, Scania собрать можно? Вообще у меня первая мысль закралась Но, как я уже поняла, можно собрать Scania Да, друзья, на моем примере, как оказалось, собрать Scania можно Сейчас прошу такой вопрос Вот здесь вот одни девушки сидят, да? Ну и я тоже девушка-дельнобойщик А эти девушки занимаются продажей запчастей У меня к вам вопрос Вот меня постоянно на трассе мне говорят Ой, да как ты будешь, в общем, это ерунде Ты должна борщи варить там, ну чё? А как ты вообще там разбираешься в запчастях? Я КАМАЗ там 40 лет перебирал Вот есть ли вот дискриминация у вас вообще в этом плане? То есть вот какой мужчина говорит Да чё ты вообще там понимаешь? Вот я вот там Scania на коленке собрал Поначалу такое было Было такое Поначалу, да Прям просили позвать мужчину Да, да, вот это позовите старше Просили там, позови там Серегу Позови там ещё кого-нибудь Было такое Но достаточно быстро это прекратилось И люди, с которыми мы работаем Они быстро понимают наш уровень И очень часто мужчины, они просто восхищаются Через какое-то время То есть их это прямо начинает Вот как сду Знаете, когда звонит механик И говорит там своему водителю Вот у меня тут девчонки сидят Они больше понимают, чем ты Бывает такое Светлана, ты можно начать, что это ваша фишка? У нас дело в том, что у нас на данный момент 13 филиалов Сейчас открылся филиал в городе Козыри, самый последний Посмотрим У нас тут такая карта Да, у нас здесь есть такая карта Мы специально повесили Для того, чтобы нам мотивация была Вот То есть вот это Вот мы открыли за два с половиной года Мы сегодня собрались здесь в честь праздника 23 февраля Но у нас еще одно событие Открылся 13 филиал в город Кызыр Самый южный на данный момент Ну то есть вы сейчас осваиваете восточную часть России Ну да Все-таки от нас это больше восток Самый западный это Томск Самый южный и самый последний сейчас это Кызыл Северный это Кодинск И самый восточный это Благобещенск Всего 13 филиалов Во всех филиалах Очень большой ассортимент По крайней мере самое необходимое Там точно есть И так вот сложилось, что у нас во всех филиалах работают девушки Поэтому мы даже так шутим и говорим Джази только девушки Не то чтобы у нас какое-то предрассудительное отношение к мужчинам Нет Мы рассматриваем разные кандидатуры Но вот как-то больше Больше инициативу девушки проявляют Поиски работы Следующие куда планируете? Следующие куда планируем? Следующие планируем достаточно скоро Куда к сожалению сказать не могу Понятно Мы потом на фотографии тебе пришлем А вот западную часть пока еще не рассматриваете? Я поняла Все мне скажи, расскажи, покажи Ясно Вот так вот, друзья В джазе только девушки Вот такой еще вопрос Вот здесь вот сотая часть того, что у вас вообще есть Вот если мне нужно что-то крупное Какой-то агрегат Сыпление Сколько мне ждать? Пять минут То есть у вас здесь склад большой? У нас здесь, да, большой склад И помимо того, что здесь не нужно ждать У нас еще и филиалов в принципе ждать не нужно Потому что доставка из Красноярска В основную массу филиалов Это сутки Одни единственные сутки Причем доставка за насчет И я так понимаю, что мне сразу же здесь все и поставят Вам все здесь поставят Вам все здесь соберут Вам все сюда принесут Да пойдемте, я вам покажу просто склады Пошли на складе И там концов и краев не видно Да, вот смотрите Это у нас б.у. запчасти Да, то есть это разборка Вот так мы ее храним Так мы ее складируем На самом деле это все еще далеко только начало О, я смотрю, новая тут началась Да, здесь новые запчасти То есть все разложено по рядам Все подписано Это у нас ряд редуктор В частности редукторные запчасти То есть вот корпуса стоят Вот главные передачи в коробках Вот таким вот образом Корпус редуктора Пожалуйста, можно приобрести Да, то есть здесь у нас собирается А это какая-то мелочевочка? Это мелочевочка, да На самом деле мы стараемся клиента закрыть На 95% запчастей Потому что занимаемся одной единственной маркой И поэтому стараемся сделать так Чтобы человек пришел и все у нас нашел Чтобы у него просто не было смысла И повода ходить куда-то еще Светлана, ну я знаю, что вы с девочками Так же и оказывается консультацию То есть если, допустим, я сломаюсь, не дай бог На трассе И я не знаю Вот я не знаю, что меня сломалось На самом деле, конечно, не мы с девочками Все-таки Да, любой наш клиент может обратиться И консультацию оказывает сервис То есть его связывают с сервисом Связывают непосредственно с мастерами С людьми, которые занимаются ремонтом И они уже, да, оказывают консультацию Очень многим помогает Так же у нас бывают ситуации Вот не так давно, допустим, была ситуация Когда люди встали между Мариинском и Кемерово Им нужна была прокладочка под помпу Под насос охлаждения Элементарная вещь Они нигде ее не могли купить То есть мы организовали доставку Договорились с Блаблакаром Договорились, отвезли, значит, этому Блаблакарщику И он отвез им доставку эту прокладку Прокладка стоила, не знаю, 350 рублей И люди были очень, конечно, благодарны В таких ситуациях, когда они стоят там где-то То есть нет продаж мелких и крупных Есть проблема клиента Есть клиент и его проблема Она не бывает мелкой и крупной То есть если у него нет прокладки, чтобы ехать Ему нужна эта прокладка Да, и мы стараемся Я всем всегда говорю, что по максимуму По максимуму прорабатываем варианты Сами ищем какие-то способы доставки То есть договариваемся с какими-то там попутками Чтобы им отвезли Потому что прекрасно понимаем, что Ну да, на улице зима холодно На улице зима холодно У него грустно И время, деньги Да, да И когда человека вручаешь такой вот ситуации Он это очень хорошо запоминает Конечно То есть это лучшая реклама Это я могу тебе по-своему сказать Что все эти вещи, они Особенно, знаешь, особенно Важно это вот человеческое отношение Когда чувствуешь, что относятся по-человечески А не вот что там Только лишь бы продать Не важно что Не важно как Не важно вообще подойдет Не подойдет Вот лишь бы вот там забери Либо очень часто такое бывает Что там Ну если бы ты у меня покупал там Не знаю 50-100 тысяч Ну я бы заморочился Да А тебе там нужно там что-то За 150 тысяч Да не буду я заморачиваться Что это Девочки филиала Они ездят зачастую в выходные То есть они знают своих клиентов в лицо И Ну в принципе Каждая поедет и отгрузит эту прокладочку За что им, кстати, большое спасибо Потому что у них выходной день Они совершенно не обязаны Их никто не принуждает Просто они это понимают На каком-то уровне Это, конечно, очень радует Ну да, человеческое отношение Все-таки Мы должны оставаться людьми А у нас, вот я говорю Я сама сталкиваюсь с тем Что Мы как-то вот Чем дальше, тем больше У нас финансовое на первом месте А как человек там что-то справится Что он там подойдет ему Ну это уже мало кого волнует Ну что, дорогие друзья Мы плавно переместились в офис Погреться Выпить кофе И я хочу вам представить Светлану Кем ты работаешь? Я региональный руководитель Региональный руководитель тех точек Которые мы сегодня видели на карте? Да, это и есть моя работа И также я хочу задать Светлане Несколько вопросов Которые мучили всех вас На протяжении, наверное, получается Уже полугода Касательно автомобиля На которые я сейчас работаю и езжу Эти вопросы мучают многих моих подписчиков И сегодня я задам их Светлане Первый вопрос, который наиболее часто задавали подписчики в комментариях Почему решили сделать такой поступок? Мы давно хотели сделать какой-то необычный проект Просто не знали, что это будет Это витало в воздухе Один из наших коллег Он следил за твоим каналом Он знал про проект «Феникс» Знал про ту ситуацию Которая сложилась в связи с этим проектом И он показал это видео руководителю Руководитель пригласил тогда вас С твоим супругом Никитой в Красноярск То есть вы сюда прилетели, познакомились И мы поняли, что ты живой человек, настоящий Что это не развод какой-то Что это не фейк Ты снимала это видео Ты верила в этот проект Ты вдохновила им, многих людей То есть многих подписчиков следила за этим И эта история, она очень, конечно, тронула И было очень обидно за то, что тебе не достался этот приз Когда ты улетала, увидели дату твоего рождения Совершенно случайно увидели дату И вот было принято такое решение Просто все совпало Что мы сделаем эту машину и тебе ее подарим От себя бы я хотела добавить Не бойтесь шоких жестов, не бойтесь дарить подарки Не нужно в позитиве искать негатив Негатива и так более чем достаточно вокруг Мы ни на минуту не пожалели о нашем поступке И второй вопрос, не менее интересный Мне его часто задают в работе, на трассе, на различных производствах Куда я приезжаю на загрузки, выгрузки Сколько стоит этот автомобиль? Какова стоимость скани? Мы не собирали автомобиль Мы создавали подарок своими руками Поэтому стоимость никто не рассчитывал Задача была только одна Сделать неповторимый подарок Но видя труд и усилия моих коллег Я понимаю, для нас подарок бесценный Следующий вопрос Мне, скажу честно, не очень Его вообще хотела задавать Но он имеет место быть Потому что многие подписчики о нем писали И этот вопрос звучит следующим образом Когда вы заберете у меня машину А что, подарки забирают? Ну, многие подписчики считают, что, видимо, забирают Я тоже читала эти комментарии И видела беспокойство твоих подписчиков Катя является единственным собственником этого автомобиля И никто никогда его с нее не смеет И у нас четвертый вопрос Многие спрашивали, возможно ли им собрать такую машину И сколько это будет стоить для них? Мне тоже задавали такой вопрос Это был эксклюзивный проект Это был творческий порыв И больше повторять мы его не будем Был еще один меркантильный вопрос На каких условиях все это создавалось? Какой интерес? Реклама, то почему ее не было после? Не было никаких условий Не было никаких рекламных проектов Это был искренний порыв Это был просто подарок Следующий вопрос Я его, наверное, процитирую А мне подарите? Почему его на Кате подарили? От себя я могу сказать Двигайтесь, стремитесь, развивайтесь И, возможно, это случится и с вами Вот такие вопросы я задала Светлане Спасибо, что вызвалась дать пояснение Надеюсь, я развеяла все возникшие сомнения И больше вопросов в будущем не появится Ну, а на этом мы с вами прощаемся Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И удачи вам на дорогах Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok